На колоколобразный, о, у меня это получилось, попробую ещё разочек. Я тут на последних лекциях какой-то растрёпанный оказался, чем сам себя удивил, в общем, не крушавчик, а сегодня должен быть крушавчик. Ну что, поехали. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, мы продолжаем наши лекции по истории России. В сегодняшней лекции мы заканчиваем длинный рассказ о 19 веке и я настоятельно рекомендую сегодняшнюю лекцию не столько слушать, сколько смотреть. Говорить мы сегодня будем о художественной культуре и искусстве России второй половины 19 века и без многочисленных изображений зданий, без репродукций картин и фотографий, скульптур понять вот этот весь объемный материал будет наверное затруднительно. Поэтому желаем вам приятного просмотра и прослушивания и начинаем разговор о культуре России второй половины 19 века именно в разрезе искусства. Начнем с такого важного жанра искусства, как архитектура. Так уж получилось, что вторая половина 19 века это время стремительного развития капитализма в России. В России строится огромное количество промышленных предприятий. В России возникает большое количество банков и торговых домов. В России в конце концов активно развивается наука и вот это все стало причиной того, что в России теперь строят не дворцы и храмы в первую очередь. Необходимо большое количество функциональных зданий. Зданий, которые будут выполнять не столько функцию красоты, сколько обслуживать вот эти вот промышленно-торговые, научные и прочие интересы. Если мы посмотрим на вот те архитектурные сооружения, которые появляются во второй половине 19 века, то можно сказать, что это был период, когда русская национальная идея пыталась найти собственное воплощение. Она вообще во многих сторонах жизни пыталась это самое воплощение найти и в научных, и в общественно-политических, и конечно в художественных кругах идея особого русского пути, русского национального искусства была очень и очень популярной. В нашей архитектуре это вылилось в господство так называемого русско-византийского стиля, который на самом деле представляет собой разновидность стиля эклектики, когда одновременно соединяются много самых разных, зачастую с трудом соединяющихся элементов. В этот период вообще в русской общественной жизни в массовом сознании наших образованных слоев общества большой популярностью пользуются русские национальные идеи. Наши российские литераторы, российские публицисты, общественные деятели, научные деятели, деятели культуры, ищут русскую идею и в архитектуре вот этот поиск русской идеи привел к господству так называемого русско-византийского стиля, когда здания строятся с намеком на старые, древние, еще до Петровского времени традиции русской архитектуры. Вообще русско-византийский стиль искусствоведы считают одной из разновидностей стиля эклектики, в которой сочетаются самые разные, зачастую вообще не сочетаемые элементы. Так или иначе, вот этот русско-византийский стиль, эта эклектика приводит к тому, что даже вполне себе функциональное здание с точки зрения внешней красоты выглядят весьма и весьма впечатляюще. Здания эти строятся из новых материалов, из которых в первую очередь необходимо отметить металл и стекло. Ранее металлические и стеклянные конструкции использовались гораздо реже, теперь же огромные купола вокзалов, торговые галереи, пассажей, здания музеев и фабрик имеют большие стеклянные окна. Активно используется в это время в строительстве и бетон. Таким образом, новые типы зданий, новые материалы приводят к появлению любопытнейших произведений. Мы не сможем сейчас, конечно, охватить все архитектурные памятники, сооруженные в тот период, но некоторые наиболее яркие обязательно должны быть упомянуты. Вот ярким примером здания в русско-византийском стиле является главное здание Нижегородской ярмарки. В городе Нижний Новгород на Волге была одна из крупнейших ярмарок России и архитекторы Трайман, Трамбицкий и фон Гоген в 1890 году строят вот это длинное здание с двумя уходящими вдаль пассажами и обильно украшают его всевозможными элементами декора, превращая его в сказочный пряничный русский домик. В таком же стиле построено и другое, гораздо более известное здание торговых рядов. Это верхние торговые ряды, которые располагались на Красной площади в Москве. Сегодня это магазин ГУМ, который отличает очень возвышенные цены на все что угодно, вплоть до посещения уборных. Главным архитектором, который проектировал верхние торговые ряды на Красной площади в Москве, был Померанцев и строилось это здание в течение нескольких лет с 1889 по 1893 год. Вот это вот здание, располагающееся напротив Кремлевской стены, сегодня как бы ограничивает Красную площадь. Активно развивается железнодорожное строительство в Российской империи, активно строятся и вокзалы, которые становятся символами нового века. Ярким примером этого становится Санкт-Петербургский Балтийский вокзал, который построен архитектором Кракао в 1857 году. Любопытные здания отводятся и под наши музеи. В Москве архитектор Манегетти и архитектор Шохин в 1877 году совместными усилиями создают проект политехнического музея, воплощенный в камни. В общем-то вполне себе функциональное музейное здание, тем не менее тоже обильно украшено по своему фасаду. Другим примером вот такого обильно украшенного здания стало здание, которое как бы завершило собой основную вот композицию Московской Красной площади. В 1875-1883 годах архитектор Шервуд в Москве строит здание исторического музея, здание выполненное в ярко-русском византийском стиле с большим количеством внешних украшений, до сих пор является таким ярким цветовым пятном на Красной площади, а коллекция исторического музея, располагающаяся внутри него настолько обширна, что мне ни разу не удалось в едином темпе пройти весь этот музей от начала и до конца, подробно рассматривая каждый экспонат. Думаю, что вряд ли есть такие люди, которые смогли это сделать. Несмотря на то, что в основном у нас в это время строятся здания функционального назначения, о храмовом строительстве не забывают тоже. Наиболее ярким, пожалуй, храмом, построенный в этот период является знаменитый храм Спаса на Крови, построенный в Санкт-Петербурге по проекту архитектора Парланда. Этот храм стал символом скорби по убиенному народовольцами императору Александру II. Его построили на том самом месте, где бомба Игнатия Гриневицкого оборвала жизнь русского императора. Более того, внутри самого этого храма сохранен кусок мостовой вот с этой набережной Екатерининского канала, сейчас называется канал Грибоедова, где и прозвучал взрыв, унесший жизнь императора. Храм построили вокруг этого места. Надо сказать, что вот этот храм, очень похожий своими внешними очертаниями на московский храм Василия Блаженного на Красной площади, стал не только символом величины русской архитектуры, русского архитектурного зодчества, но и ярким примером коррупции, которая и в те времена тоже процветала в Российской империи. Как известно, для того, чтобы начать строительство этого храма, была объявлена всенародная подписка денежных средств. Предполагалось, что храм будут строить на пожертвования граждан России, но сумма собралась прямо скажем незначительная. Всех пожертвований оказалось чуть более трех тысяч рублей. И вот тут государство было вынуждено само начать финансирование этой операции и на строительство храма в целом государство выделило более трех миллионов рублей. Поэтому, когда у нас нынешние экскурсоводы по Питеру говорят, что этот храм построен на народные деньги, ну да, наверное, на народные, но не на прямо народные, а на народные, прошедшие через государственный бюджет. Одним из руководителей строительства этого храма был брат императора Александра III, великий князь Владимир Александрович, который настолько успешно руководил этим проектом, что была обнаружена серьезная недостача в несколько сотен тысяч рублей, которые Владимиру Александровичу было предложено компенсировать. Разразился такой серьезный скандал. Владимир Александрович был отстранен от руководства проектом. Тем не менее, строился этот проект 14 лет и в конце концов был достроен, хотя денег, конечно, в него угрохали весьма и весьма немало. Архитектура тесно связана с скульптурной деятельностью. Российская скульптура второй половины 19 века старается придерживаться стиля реализма. Изображать людей такими, какие они есть, изображать людей соответствующие эпохи, это вот была такая красная нить, проходящая через многие произведения русской культуры, в том числе и через произведения известных скульпторов. Один из самых известных скульпторов того времени это Марк Матвеевич Антокольский, прославившийся своими историческими скульптурами. В 1870 году Антокольский буквально прогремел своей скульптурой, изображающей Ивана Грозного, сидящего в кресле, погруженного в тяжкие думы. Затем он создает еще целый ряд исторических скульптур, среди которых наиболее яркими, пожалуй, являются скульптуры Нестора-летописца и предводителя казаков, покорителей Сибири, Ермака. Что любопытно, Марк Матвеевич Антокольский был иудейского вероисповедания, которое сохранил до конца жизни, но несмотря на те ограничения, которые были для лиц еврейского вероисповедания в Российской империи, Антокольскому это не мешало творить в разных городах России. С другой стороны, вот эти скульптуры Антокольского принимали участие в художественных передвижных выставках, которые были организованы живописцами из числа художников-передвижников, о которых мы с вами подробнее поговорим чуть позже. Другим известным скульптором этого периода является Михаил Осипович Микешин, человек, который возглавил возведение одного из самых популярных со всех точек зрения, в том числе и с точки зрения составителей ЕГЭ, памятника «Тысячелетие России в Новгороде». Памятник этот был открыт торжественно в 1862 году, как раз приурочено его открытие было к тысячелетней годовщине с той условной легендарной даты, в которой Нестор Литописец поместил призвание варяга Рюрика сотоварищи на Русь. В 862 году Рюрика на Русь призывали, в 1862 году по распоряжению императора Александра II был открыт памятник «Тысячелетие России». Руководил возведением этого памятника Михаил Осипович Микешин. Человек удивительный, вообще-то он не был скульптором, он был художником и достаточно юным, когда ему удалось выиграть этот проект на возведение памятника. Поэтому сам памятник он строит не в одиночку, а при участии своих товарищей, скульпторов и архитекторов Шрёдера и Гартмана. Памятник характерен тем, что украшен огромным количеством фигур исторических деятелей, так или иначе прославивших Россию. 129 фигур, включая фигуру ангела и склонившиеся перед ним России на самой вершине памятника, украшают этот монумент. Если посмотреть на этот памятник, он очень по своей форме напоминает колокол. И некоторые считают, что действительно изображение колокола, тем более, что помнят, что колокол – это символ Новгородского веча. На самом деле ничего подобного. На колоколообразной основе памятника находится символ царской власти, круглый шар, так называемая держава. И уже вокруг этой державы выстроены основные персонажи от Рюрика до Николая Первого. Что характерно, среди этих персонажей нет, например, такого замечательного русского деятеля Ивана IV, Ивана Васильевича Грозного, который дольше всех сидел на российском престоле. Жена Грозного есть, сподвижники Грозного Адашев и Сильвестра есть, самого Грозного на памятнике нет. Памятник Тысячелетия России ждала, в общем-то, достаточно тяжелая судьба. Когда к власти пришли большевики, в советское время этот памятник хотели снести, как поснесли много других памятников царского периода, однако сохранился он. Но вот Великую Отечественную войну ему пережить не удалось. Немцы пожелали вывести скульптуры, украшающие этот памятник себе в Третий Германский рейх. А когда им это не удалось, и советские войска уже освобождали Новгород, фашисты просто взорвали памятник. При реконструкции этого памятника была обнаружена одна пикантная деталь. На одном из элементов памятника, причем на его внешней стороне, находится отлитая, видимо, вот тогда, в 19 веке, русское нецензурное слово из четырех букв, твердым знаком на конце. Михаил Осипович Микешин продолжил создавать многофигурные памятники. В 1873 году в Санкт-Петербурге открывается памятник императрице Екатерине, где великая русская правительница стоит на пьедестале в окружении своих ближайших соратников. Там главные деятели Екатерининской эпохи и Потемкин, и Орлов Чесменский, и Румянцев, и Суворов, и даже ближайшая подруга иноперстница Екатерины, президент Российской академии наук, княгиня Екатерина Дашкова. Для работы над памятниками Екатерине Михаил Осипович Микешин привлекает тоже других скульпторов, в частности Матвея Чижова и Александра Опекушина. Страсть вот к таким многофигурным композициям проявилась и далее, когда в 1880-е годы Микешину было предложено создать памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. В честь присоединения Украины к России Микешин должен был создать памятник, который изначально и создает многофигурным. Фигура Богдана Хмельницкого, украинского гетмана на вздыбленном коне сопровождается фигурами четырех людей. Это Червона Рус, Белого Рус, Малого Рус и Велика Рус, которые слушают пение украинского кабзаря. А сзади копыта коня скидывают с пьедестала поляка, еврея и католического священника. Однако вот такой памятник признали излишне разжигающим межнациональную религиозную рознь и в конце концов многофигурную композицию упростили. Правда, говорят, что это было связано не только с идеологическими, но и с финансовыми мотивами. Так или иначе, Богдан Хмельницкий на этом памятнике в Киеве стоит в гордом одиночестве, ну если не считать его коня. По поводу вот этого памятника есть тоже парочка любопытных нюансов. С одной стороны, сегодня на этом памятнике нет той таблички, которая была размещена при его изначальной установке в 1888 году, нет таблички о единой и неделимой России. С другой стороны, всех всегда интересует, а куда же Богдан Хмельницкий указывает булавою. Есть такая легенда, что он указывает ей в сторону России, однако это не так. Если соотнести расположение памятника с географическими координатами, то выяснится, что указывает он куда-то на северо-запад в направлении скорее Швеции. Но вот эта легенда настолько популярна, что украинские националисты, нынешние украинские националисты всерьез обсуждали идею развернуть памятник Богдана Хмельницкого, чтобы он булавой показывал не в сторону условной Москвы, а в сторону условной Европы. Слава Богу, до сих пор этого не сделали. Вместе с Михаилом Осиповичем Микешиным над некоторыми памятниками работал и другой замечательный наш скурплер Александр Михайлович Апекушин, который прославился, пожалуй, одним из самых знаменитых памятников Москвы. В 1880 году в Москве был поставлен памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Задумчивый Пушкин, склонив голову, стоит над Пушкинской площадью. Что любопытно, во время строительства этого памятника на его постаменте были размещены строки из знаменитого пушкинского стихотворения «Памятник». При этом строки эти написали с ошибкой. В одной из строк были переставлены буквы. Мы с вами знаем, что вот эти стихи Пушкина звучат как так. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». В первой строчке слова переставили и изначально она звучала так. «И долго буду тем народу я любезен». Правда, когда в 1936 году в Советском Союзе проходили торжества в честь столетней годовщины со дня гибели поэта, памятник реконструировали и теперь там стихи в правильной пушкинской интерпретации. Любопытнейшим явлением, ярчайшим явлением в то время была, конечно, русская живопись. О русской живописи того периода можно говорить долго, но начинается по большому счету история русской живописи второй половины 19 века с грандиозного скандала. В 1863 году стены Академии художеств в Санкт-Петербурге сотряс серьезный скандал. Дело в том, что в это время наша Академия художеств исповедовала в качестве основного стиль классицизм, который получил даже специальное название академизм и согласно этому стилю требовался определенный канон изображения. Предполагалось, что художники должны уметь рисовать сюжеты на античные темы, на темы из различных мифологий, на библейскую тематику, а вот простых молодых художников тянуло на реализм. Люди хотели изображать жизнь так, как она есть. И вот когда в 1863 году был объявлен конкурс на соискание золотой медали Академии художеств, 14 человек, которые на этот конкурс прошли, так сказать, в финал, дружно отказались писать картину на предложенную классическую тему пир богов у Одина Вальхалле из древнескандинавской мифологии. В результате конкурс был сорван, а бунт 14 и вошел в нашу историю. Вот эти вот 14 художников, заводилось среди которых был художник Крамской, впоследствии создают, уйдя из Академии, громко хлопнув дверью, петербургскую артель художников, которая была построена на принципах, заложенных Николаем Гавриловичем Чернышевским. Совместное проживание, совместный труд, так сказать, общественный труд, совместное распределение полученных денежных средств. Вот эта вот артель художников была проникнута идеями, которые в то время витали среди русской интеллигенции. 60-е и 70-е годы это распространение идей народничества, идей хождения в народ, отдавания долга народу. И наши петербургские художники тоже желают долг народу отдать. В 1870 году они создают товарищество передвижных художественных выставок. Это товарищество положило начало целому направлению в нашей живописи, которые историки культуры называют передвижничеством. Художники-передвижники возили свои картины по городам России, показывая искусство народу. Товарищество художественных передвижных выставок работало 53 года с 1870 по 1923 год. И, наверное, нет ни одного такого крупного русского художника, ну, точнее, за редким исключением второй половины 19 века, который бы не относился к этим самым передвижникам. Вот как любого художника того периода не возьми, обязательно он в передвижных выставках участвовал. Основали это общество передвижников Крамской, Мясоедов, Ге и Перов. И отличала их в первую очередь живопись реалистичная. Реальное изображение окружающего мира, да еще с упором не на венценосных особ или героев каких-либо величественных сражений, а на жизнь простых людей. Вот здесь покажи простого человека простому человеку. В этом и заключалась идеология передвижничества. Как я уже сказал, основателем вот этого самого движения стал Иван Николаевич Крамской. Человек, который очень ярко себя проявил как портретист, а также автор картин в религиозном жанре. Один из самых наиболее известных портретов Крамского это портреты русских писателей. Портрет Льва Николаевича Толстого, портрет Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, но пожалуй гораздо более известен его портрет с названием «Неизвестная». Иван Николаевич Крамской написал картину, которую многие называют незнакомка, связывая ее с известным стихотворением Блока. Однако этот портрет был написан до того, как Блок написал свое стихотворение и официально называется «Неизвестная». Кто на нем изображен, кто вот эта прекрасная девушка, сидящая в ламдой и смотрящая на тебя немножечко сверху вниз, не очень понятно. Есть легенда о том, что это была в качестве натуры взята княгиня Екатерина Долгорукая Юрьевская, марганатическая жена императора Александра Второго, но эта версия не подтверждается. Так или иначе, с кого рисовал свою неизвестную Крамской неизвестно, но картина очень известная. Другой очень известной картиной Крамского является картина «Христос в пустыне». Это как раз картина на религиозную тематику. Другим известным передвижником и воспевателем народной жизни со всеми трудностями и удачами был Василий Григорьевич Перов. Его картины в бытовом жанре, в жанре исторических зарисовок, в портретном. Это настоящий золотой фонд русского искусства. Вот, например, картина Перова «Приезд станового наследствия», где мы видим простого крестьянского парня, которого привели разбираться с полицией. Или другая известная картина «Чаепитие в мытищах», где солдат, инвалид, ветеран просит милостыню у представителя русской православной церкви, потребляющего чаек из самовара. Но, пожалуй, одна из самых известных картин Перова – это картина «Тройка». Три ребенка тащат по замерзшему подъему бочку, груженую чем-то. И вот эта вот картина – символ, наверное, всей такой русской жизни простых людей того времени. В советские времена большой популярностью пользовалась картина «Охотники на привале», которую можно было увидеть во многих заведениях культуры и гостиницах Советского Союза. Также Крамской прославился как портретист, тоже рисовал и в основном рисовал деятелей, прошу прощения, не Крамской, конечно же, Перов, прославился как портретист, рисовал деятелей нашей литературы. Его Перу принадлежат замечательные, вошедшие во многие литературные учебники, портреты Тургенева, Островского, Федора Михайловича Достоевского. Одной из самых известных исторических картин Перова является картина «Суд Пугачева», где народный император Пугачев судит русское дворянство. Еще одним певцом крестьянской жизни был Григорий Григорьевич Мясоедов, также прославившийся в бытовом жанре и в жанре исторических картин. Очень известны картины Мясоедова «Земство обедает». Картина Мясоедова «Чтение положений 19 февраля 1861 года». Русские крестьяне узнают, на каком, так сказать, законном основании их будут освобождать от крепостной зависимости. Картина «Косцы», изображающая труд крестьян на пашне. Вот это вот картины, которые прославляют простой крестьянский труд, простую крестьянскую жизнь в России. Историческими картинами прославился Николай Николаевич Ге, человек, который также известен своей портретной живописью и живописью религиозной тематике. Самая, пожалуй, известная картина Николая Ге, это картина «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича», связанная с историей, трагической историей заговора царевича Алексея против своего отца, первого русского императора. Другой очень известной исторической картиной Ге является картина Пушкин в селе Михайловском, где у нас мы видим не только самого поэта, но и его приятеля, по-моему, это Жуковский, если я не ошибаюсь, и знаменитую няню Пушкина Арину Родионовну. Я оставил большое количество портретных работ, скажем, портрет Ивана Николаевича Толстого и портрет и картин на религиозную тему. Одна из них может служить отличной иллюстрацией к произведению Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Это картина, что есть истина, изображающая Понтия Пилата и беседующего с ним Иисуса Христа. Большую долю творчества художников-передвижников занимал русский пейзаж. Вот пейзажная живопись того периода – это действительно настоящий гимн русской природы. Такие живописцы, как Алексей Кондратьевич Саврасов с его знаменитой картиной «Грачи прилетели», Иван Иванович Шишкин, Архип Иванович Куинджи, Исаакович Левитан, Василий Дмитриевич Поленов своими великолепными работами прославили русскую природу. Вот, например, картина Шишкина «Утро в сосновом лесу». Почему-то долгое время считалось, что эта картина называется «Три медведя», хотя, как мы с вами видим, этих медведей здесь четыре. Даже когда вот эту картину, точнее, репродукцию использовали для того, чтобы в Советском Союзе оформить оберточку одной из шоколадных конфет, там специально одного медведя с картины убрали, ну, чтобы не нарушал трехмедвежью традицию, а так их на самом деле четыре. Или вот картина Архипа Ивановича Куинджи «Море. Крым». Картина, которая по своей вот насыщенности цветом, пожалуй, даст фору многим произведениям французских импрессионистов. Великолепное произведение оставил Исаак Левитан. Вот, например, его произведение «Над вечным покоем», «Маленькая церквушка над большой русской рекой» или знаменитая «Золотая осень» Левитана, по которой многие советские школьники, да и, наверное, современные российские, пишут сочинения. Василий Поленов, картина «Заросший пруд» показывает тоже красоту русской природы. Мастером пейзажной живописи был Аполлинарий Михайлович Воснецов. Человек, который тоже участвовал в передвижных выставках и не очень известен, точнее, не так известен, как его старший брат Виктор Михайлович Кузнецов. О Викторе Михайловиче я чуть позже скажу, а вот Аполлинарий Михайлович для нас интересен тем, у нас же все-таки исторические лекции, что он оставил огромное количество произведений, видов Москвы в разные исторические периоды. И сегодня ни один учебник истории, да и мои презентации тоже не обходятся без вот этих вот картин. Московский Кремль при Иване Калите, простой, деревянный. А вот это уже Московский Кремль, Белокаменный Кремль при Дмитрии Донском. Московский Кремль из Красного Камня, построенный при Иване Третьим итальянскими мастерами. Красная площадь при Иване Грозном, со строящимся собором Василия Блаженного, вон он вдали весь в лесах. Или Красная площадь в 17 веке, когда уже не только вот этот вот собор величественный стоит, но и Спасская башня Кремля получила свой знаменитый шатер. Конечно, все вот эти вот картины Аполлинарий Михайлович Воснецов создал уже в 20 веке, он прожил до конца 30-х годов, но вот неразрывно он связан с тем самым 19 веком, с движением передвижников, поэтому, ну и конечно со своим братом Виктором Воснецовым, поэтому я счел возможным о нем рассказать здесь. Старший брат Аполлинария Воснецова Виктор Михайлович Воснецов, это человек, прославившийся в первую очередь своими картинами из древней русской истории и древнего русского фольклора. Виктор Михайлович Воснецов оставил такие замечательные полотна, как «Витязь на распутье», «После побоища» князя Игоря Святославича с половцами и знаменитая, конечно, картина «Богатыри», «Три богатыря» Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич стоят на страже русских рубежей. Русские сказки в произведениях Воснецова проявляются со всей своей яркостью. Мы можем на его картинах увидеть избушку на курьих ножках, Ивана Царевича на сером волке и сидящую у пруда Аленушку, которая только что потеряла своего брата Ивазушку. Ну все правильно, а нечего пить из всяких разных грязных луж, обязательно станешь козлом. Мастером, о котором следует сказать отдельно, был Илья Ефимович Репин. Это настоящее явление в русской живописи, человек, который создал большое количество картин в бытовом портретном жанре, а также в жанре исторических полотен. Сегодня, правда, они воспринимаются историческими, а тогда это были полотна из буквально современной Репину жизни. Вот знаменитое полотно «Бурлаки на Волге», написанное в 1873 году. Наверное, нет человека, который бы этого произведения Репина не знал. А вот это вот менее известное произведение «Крестный ход в Курской губернии». Обратите внимание на то, как себя здесь ведут полицейские, которые управляют порядком. Картина Репина «Не ждали возвращения ссыльного с каторги и семья, которая встречает его удивленным видом». Или другая картина на революционную тематику «Арест пропагандиста». Одна из самых известных картин Ильи Репина – это картина «Иоанн Грозный и сыновый Иван» 16 ноября 1581 года. Репин написал эту картину в 1873, находясь под впечатлением вот той черной легенды о царе Иване Грозном, которая приписывает этому царю убийство собственного сына. И многие сейчас действительно уверены, что Грозный своего сына убил не только под влиянием знакомства с какой-то исторической литературой, но и под влиянием знакомства вот с этим замечательным произведением Репина. Поскольку вот этот миф о том, что Грозный своего сына убил, исторически полностью не подтвержден, многие считают вот эту картину исторически недостоверной, и неоднократно она подвергалась атакам вандалов, которые пытались ее уничтожить, за то, что она, дескать, облик великого русского царя Ивана порочит. Другая известная историческая картина Репина «Запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану». Говорят, что в этой картине под видом запорожцев Репин многих своих личных знакомцев представил, а сама картина иллюстрирует знаменитый сюжет из дипломатической переписки запорожских казаков с турецким султаном, которую в привычном обществе цитировать совершенно невозможно, в связи с тем, что она абсолютно нецензурна. Уже в начале 20 века Репин, прославленный художник, создает одно из самых масштабных своих полотен, торжественное заседание Государственного совета, огромное полотно, на котором тщательно прописаны основные действующие лица эпохи уже Николая II, и Витте, и Столыпин, и Победоносцев, и другие деятели нашей истории. Еще одним мастером исторической картины был Василий Иванович Суриков. Сын уральских казаков Василий Суриков прославился своими историческими картинами «Утро стрелецкой казни», Москва, Петр I казнит участников стрелецкого бунта, или Меншиков в Березове, полудержавный властелин, взлетевший из грязи в князи, Александр Данилович Меншиков в конце своей жизни вместе с детьми отправлен в ссылку и заканчивает дни в простой крестьянской избе. Знаменитая картина Сурикова «Боярыня Морозова», посвященная событиям русского раскола. Боярыня Морозова была одним из лидеров русского старообрядчества, за что и была арестована и отправлена в тюрьму царскими слугами. Говорят, что вот на этой картине в образе нищего, сидящего в нижнем углу картины и осеняющего боярыню старообрядческим двуперстным крестным знамением, Суриков изобразил самого себя. Еще одно большое полотно из русской истории – покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. Казаки Ермака сражаются с татарами хана Кучума. Полотно уже в 20 веке написанное «Стень Каразин» изображает героя народных песен, лидера казачьего восстания, знаменитого Степана Разина в тяжелой думе, двигающегося вместе со своими сотоварищами. Говоря о художниках-передвижниках, нельзя не сказать о Валентине Александровиче Серове, человек, который оставил великолепные портреты, великолепные пейзажи и натюрморты. Пожалуй, один из самых ярких портретов вообще в нашей русской живописи – это портрет «Девочка с персиками». На этом портрете изображена юная Вера Мамонтова, дочь известного мецената Саввы Мамонтова, в усадьбе которого в Абрамцево Серов и многие другие наши живописцы нашли себе приют. И вот эта картина «Девочка с персиками» – случайно подмеченный Серовым эпизод – яркий пример русского портретного жанра. Впрочем, и самого своего благодетеля Савву Ивановича Мамонтова Серов тоже запечатлел. Из тех художников, которые не входили в число художников-передвижников, необходимо отметить двух. Во-первых, это Василий Васильевич Верещагин, мастер батального исторического жанра. Василий Васильевич Верещагин вместе с русскими войсками был в среднеазиатских походах, участвовал в качестве наблюдателя в русско-турецкой войне 1977-1978 годов, а закончил свою жизнь во время русско-японской войны, погибнув во время взрыва броненосца Петропавловск около порта Артура. С этих войн Верещагин привозит картины, наполненные яркими художественными деталями и передающие впечатление от этих самых войн. Это не парадные картины, это картины тяжелой военной действительности. Вот, например, картина «У крепостной стены», другое ее название «Пусть войдут», или знаменитая картина «Апофеоз войны», «Гора черепов», над которыми кружат падальщики. Вот такой она бывает война. Еще одной картиной, которая показывает две стороны войны, торжественно парадную и мрачно трагическую, является картина «Шибко-Шейнова», «Скобелев под Шибкой». На заданном плане белый генерал Михаил Дмитриевич Скобелев приветствует войска, а на переднем лежат трупы погибших русских и погибших турок в сражении за Шибку-Шейнова. В конце XIX века Верещагин обращается к теме наполеоновских войн и пишет целую серию исторических картин, связанных с походом Наполеона на Москву. Пожалуй, самая известная из этих картин – это картина «Наполеон на Бородинских высотах», показывает французского императора во время Бородинского сражения. Другой художник, про которого нельзя не сказать применительно к этому периоду и тоже не участвовавший в товариществе передвижных художественных выставок – это Иван Константинович Айвазовский. Художник армянского происхождения прославился как выдающийся маринист, автор исторического морского жанра, морского пейзажа, ну и вообще пейзажной живописи. Одна из самых известных его картин – это картина «Брик Меркурий» после победы над двумя турецкими судами встречается с русской эскадрой. Маленький героический кораблик, выдержавший бой с двумя линейными кораблями турок, возвращается к родным берегам, гордый и непобежденный. Другая известная картина Айвазовского, немножечко пугающая – это картина «Девятый вал». Ну и нельзя не отметить эту романтическую картину «Пушкин на берегу Черного моря», показывающую великого русского поэта в такой приятной для Айвазовского морской стихии. Вот эти вот успехи русских живописцев того периода, наверное, были бы невозможны без тех, кого принято называть меценатами. Среди русских предпринимателей, в первую очередь купцов той эпохи, было принято заниматься меценатством, покупать весьма занималые деньги картины известных художников, тем самым их поддерживая, создавая крупные частные коллекции. Я уже упоминал про усадьбу Абрамцева, в которой жил известный предприниматель Савва Иванович Мамонтов, в которой наши художники Серов, братья Воснецова и прочие нашли приют. Сегодня Абрамцева – это настоящий такой музей-заповедник. Другим известным меценатом был Павел Михайлович Третьяков, человек, который создал огромную коллекцию произведений русской живописи и в 1867 году открыл в Москве знаменитую Третьяковскую галерею, общедоступную выставку работ замечательных русских художников. Впоследствии, в конце своей жизни, Третьяков передаст эту самую галерею органам городского самоуправления Москвы, и это станет государственным музеем. Конечно же, видя, как частные музеи открывают наши меценаты, государство не могло не отреагировать. В 1898 году при государственной поддержке в Петербурге открывается государственный русский музей, составленный из работ Эрмитажа, из работ лично принадлежащих императорской семье. И вот этот русский музей, государственный музей, настоящая сокровищница русского художественного творчества. Еще одним направлением в искусстве этого периода является музыка. Музыка в это время развивается бурно. Основные жанры это опера, симфоническая музыка и музыка для балета. Конечно же, ярким пятном в русской музыкальной жизни является великолепная пятерка, которую назвали «Могучей кучкой». Вокруг известного музыканта, композитора и педагога Милия Балакирева в 1862 году складывается кружок замечательных композиторов Римского Корсакова, Мусоргского, Бородина, Кьюи, которые полностью пытаются следовать в традиции, заложенной еще великим Глинкой. Это традиция развития русской народной национальной музыки. В этом смысле, вот эта вот группа художников «Могучая кучка», как ее называли, действительно была такими своеобразными славянофилами в музыке и оставила отличный, богатый материал, который до сих пор нисходит с подмостков театральных сцен. Основатель «Могучей кучки» Милий Алексеевич Балакирев прославился многими своими произведениями, из которых, пожалуй, наиболее важно, это составленный им сборник русских народных песен. Более 40 русских песен были записаны Балакиревым и сохранены для будущих поколений. Настоящей душой вот этого общества «Могучей кучки» был Николай Андреевич Римский-Корсаков, который создал великолепные оперы на событии либо из русской истории, либо из русского фольклора, «Псковитянка», «Снегурочка», «Садко». А еще Римский-Корсаков тщательно дорабатывал наследие своих товарищей, которые уходили из жизни раньше, чем он, помогая закончить и опубликовать произведения своих друзей-композиторов, умерших раньше. Так, например, при помощи Римского-Корсакова была в 1890 году, уже после смерти автора, поставлена великолепная опера «Князь Игорь». Написал эту оперу член «Могучей кучки» Александр Порфирьевич Бородин, который на самом-то деле композитором не был, точнее был композитором-любителем. По образованию и по основному виду занятий он был химик, и химик очень талантливый, но вот всю свою жизнь писал великолепную оперу «Князь Игорь» на тему событий похода князя Игоря Святославича против половцев. Не успел ее полностью закончить, и Римский-Корсаков довел до конца дело друга. Другой человек, который оставил незаконченное произведение, которое пришлось публиковать Римскому-Корсакову, это Модест Петрович Мусоргский. Модест Петрович Мусоргский создал великолепное произведение на тему русской истории «Борис Годунов» по произведению Александра Сергеевича Пушкина и «Хованщина», посвященное Стрелецкому бунту 1682 года. Во всех этих произведениях и Бородина, и Балакирева, и Римского-Корсакова, и Мусоргского, и Пятого члена могучей кучки Цезаря Кьюи звучит именно русский дух, русские мотивы. Это тем более парадоксально, что из числа членов могучей кучки, собственно, великороссским происхождением мог похвастаться разве что Балакирев, который, впрочем, сам говорил, что он является потомком татарского Мурзы. В этом смысле, конечно же, могучая кучка – это хороший пример того, как плавильный котел Российской империи делает русскими людьми людей самых разных по крови. Говоря о музыке того периода, нельзя не сказать о Петре Ильиче Чайковском. Композитор особенный, композитор уникальный, композитор, который вот этим особенным руссолюбием не страдал, славянофилом не был и творил, скорее, в русле общемировой, общеевропейской музыкальной тенденции. Из-под пера Чайковского вышли великолепные оперы Евгения Онегина и Пиковая дама, знаменитые балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», многочисленные симфонии, симфонические поэмы, такие как «Буря» и «Ромео» и «Джульетта». Наследие Чайковского огромное и просто, как бы так сказать, чтобы без лишнего пафоса. Пройдет еще немало лет, прежде чем полностью будет освоено всеми нами с вами. Слушайте Чайковского, это хорошая музыка. Если говорить о развитии театрального искусства, то театральное искусство в это время тоже развивается достаточно бурно. У нас процветают и до 1880-х годов имеют практически полную монополию императорские театры, из которых крупнейшими являлись четыре. Александрийский театр в Санкт-Петербурге, там же находившийся Мариинский театр, и два московских, Большой и Малый театры. Они назывались императорскими, потому что содержались за государственный счет, и именно там делали, так сказать, самые высокие, достигали самых высоких точек своей карьеры наши замечательные актеры того времени. Но с 80-х годов вот эта вот монополия императорских театров все чаще нарушается. Наши театры создают не только в столицах, но и в провинции. Многие меценаты, многие предприниматели. В конце концов, сам театральный проект становится определенным бизнесом. В 1898 году замечательные режиссеры и импресарио Константин Станиславский и Владимир Немирович Данченко создают знаменитый Московский художественный театр, который мы сегодня знаем по аббревиатуре МХАТ. В театрах играется разный репертуар. В 50-е, 60-е годы крайне популярен Островский как драматург, Николай Васильевич Гоголь, Алексей Константинович Толстой. В 60-е, 70-е, 80-е, точнее 70-е, 80-е годы 19 века все чаще начинают играть пьесы Достоевского в 90-е и пьесы Антона Павловича Чехова. Из зарубежных авторов пользуются популярностью Фридрих Шиллер, Виктор Гюго, мелодрамы Александра Дюма Старшего, ну и, конечно же, нестареющая кластика Вильяма Шекспира. На помостках блистают великолепные актеры. Проф. Михайлович Садовский, которого называют наследником знаменитого Щепкина, Пелагея Антипьевна, или, как она сама себя называла, Полина Антипьевна Стрепетова, и, конечно же, великолепная Мария Николаевна Ермолова. Вот эти актеры заложили русскую театральную школу, которую потом будут развивать многочисленные поколения наших театральных деятелей. В литературе того периода расцвет реализма. Наши писатели стараются реалистично описывать окружающую действительность, причем относятся к ней достаточно критически, поэтому в советской историографии, в советской литературоведении, в советской науке было принято название критический реализм. Расцветает литературная публицистика, где блистают Герцен, Чернышевский, Белинский, Добролюбов, Писарев. Расцветает художественная литература, их можно перечислять долго. Гончаров, Достоевский, Тургенев, Толстой, Чехов, Некрасов, Салтыков, Щедрин, Михайловский, Короленко. Вот эти вот люди, реально украсившие русскую литературу, оставили описание той жизни, какой она есть. Они были разных взглядов, кто-то был либералом, кто-то был близок к революционному народничеству, а кто-то, как Федор Михайлович Достоевский, стал отъявленным консерватором. Но все они описывали нашу жизнь без прикрас. Местом, где в основном публиковались их произведения, были литературно-публицистические журналы. В 50-е и 60-е годы в их начале огромной популярностью пользуется журнал «Современник», который сначала издает Николай Гаврилович Чернышевский, а после того, как Чернышевский был арестован и отправлен на каторгу в крепость, подхватывает этот журнал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Журнал «Современник» издается большими тиражами, но даже вот эти вот большие тиражи перекрывает другой известный журнал «Отечественные записки», издателями которых были сначала Николай и Некрасов, а потом, после того, как власти закрыли «Либеральный современник», и после того, как Некрасов по болезни отошел от дел, «Отечественные записки» взял под свое крыло Салтыков-Щедрин. Вообще Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин был не только сатирик и острослов, но еще отличный бизнесмен от публицистики, и «Отечественные записки» при нем переживает настоящий взлет, доходит до 7 тысяч экземпляров его публикации, что по тем временам было, конечно, фантастической цифрой для толстого журнала. Возобновляется издание, запущенного когда-то еще Карамзиным, журнала «Вестники Европы», который издает Стасюлевич, издается журнал «Русский вестник», во главе которого стоит Михаил Никифорович Катков. «Русский вестник» – один из самых либеральных русских журналов, однако в 60-е годы Катков пересмотрел свои взгляды и, покинув «Русский вестник», занялся консервативной публицистикой. Ближе к концу века набирает популярность журнал «Русское богатство», который посвящен в основном экономическим вопросам, но когда к его руководству пришел один из лидеров легального народничества Николай Михайловский, то вот этот журнал стал печатать большое количество литературных произведений, связанных именно с народной жизнью. И сам Михайловский там печатался, и Владимир Галактионович Короленко, и другие писатели, близкие к народничеству. Поскольку развивается наука, развиваются и научно-популярные журналы. В это время появляются такие журналы, как «Русский архив» или «Русская старина», публикующие большое количество исторических документов и материалов, и поэтому совершенно бесценные для нашей исследовательской деятельности. В газетном деле процветает любопытная тенденция. Официальные газеты частенько сдаются в аренду частным издателям. Видимо, такая форма бизнеса считалась наиболее популярной. Так, например, газета «Санкт-Петербургские ведомости», старейшая печатная газета России, отсунованная еще Петром Первым, отдается в аренду издателю Валентину Федоровичу Коршу, который делает «Санкт-Петербургские ведомости» рупором русского либерализма. Потом власти будут вынуждены немножечко пригасить эту, так сказать, светочь свободы, притушить фитилек критики. Корша убирают от руководства санкт-петербургскими ведомостями, и газета становится все более и более официальной. Другой известной либеральной газетой того времени стала газета «Русские ведомости», которая сначала выпускалась трижды в неделю, а потом стала еженедельной и просуществовала до начала 20 века. В 19 веке придал ей популярность такой издатель, как Николай Скворцов. К консервативному лагерю относятся газета «Московские ведомости», которую вообще-то выпускал изначально Московский университет. Ее-то берет в аренду перешедший на консервативные позиции Михаил Никифорович Катков. К нему приходят многие либеральные публицисты, с которыми он сотрудничал в «Русском вестнике», в журнале. Но оказывается, что газета занимает сугубо консервативные охранительские позиции и становится настоящим рупором русских консерваторов. Не случайно эта газета была настольным чтивом и для императора Александра II, и для нашего ультраконсерватора императора Александра III. Другой известной консервативной газетой, которую, кстати, тоже изначально воспринимали как либеральный проект, была газета Алексея Сергеевича «Суворина. Новое время». Суворин был одним из самых таких острых публицистов в либеральных санкт-петербургских ведомостях, а когда оттуда ушел, точнее, когда санкт-петербургские ведомости, так сказать, были поставлены под государственную цензуру, Суворин берет в аренду, потом выкупает такую заштатную газетенку «Новое время», из которой делает очень популярную газету, пользовавшуюся высоким спросом. Правда, газету сугубо охранительского направления. Известные острословы называли газету «Суворина» не новым временем, а «чего изволитесь». Заканчивая разговор о искусстве того периода, надо сказать, конечно, о книгоиздании. Россия в это время шаг за шагом становится одной из самых читающих стран мира, и среди наших издателей большую просветительскую работу ведут такие люди, как Павленков, который поднялся на издании произведений известного литературного критика и публициста Писарева, а затем активно стал публиковать научную детскую литературу и заложил знаменитую серию «Жизнь замечательных людей». Серия «Жизнь замечательных людей» потом, впоследствии, уже в 20 веке, будет продолжена замечательным русским писателем Михаилом, ой, прошу прощения, Максимом, конечно же, Максимом Горьким, Алексеем Максимовичем Горьким, и существует она до сих пор, а заложил ее Флориан Павленков. Другим известным писателем, точнее издателем, был Иван Сытин, который сделал свой бизнес на массовой литературе, дешевой, простой и издающейся для не очень требовательного массового читателя. Сытин наполнил рынок дешевыми вубочными произведениями, научно-популярными и познавательными журналами, в частности, именно в издательстве Сытина, стал впервые издаваться известный русский журнал «Вокруг света», тоже существующий до сих пор. В детстве, я помню, я им зачитывался. Ну и такой яркой страницей в книгоиздании, в просвещении того времени, стало появление в конце 19-го, в начале 20-го века знаменитого энциклопедического словаря. Два книгоиздателя, Брагаус, немец из Лейпцига, и наш русский, ну не очень русский, Ефрон, решили издавать энциклопедический словарь по образцу французской энциклопедии. К работе над этим словарем привлекали лучших ученых и писателей того времени. Издавался он погодно и всего в этом словаре, в его издании, 82 тома. Некоторые тома с особо популярными статьями, например, по русской истории, издавались бешеными тиражами под 30 тысяч экземпляров и раскупались на корне. Вот тут вот, после долгой, я надеюсь, интересной беседы, мы с вами заканчиваем разговор о 19-м веке российской истории. Ставим точку. Впрочем, эта точка тут же превращается в многоточие, потому что в 1894 году, когда 19-й век еще не закончился, умирает Александр III, на престол восходит последний российский император Николай II, о котором будут наши последующие лекции. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok